Здарова, геймеры! На связи отец Евген и сегодня на моем операционном столе главный фанат Генжин Импакта. Он же Леонид Родин, он же Дэдпи 47, а.к.а. Евген Никенит Страйк, поэтому мне всё равно, что он там про меня снимает. На мои плечи сегодня возможна сложная миссия. Нет, чуваки, серьёзно, это самая сложная за всю историю моего канала миссия. Мне нужно отстоять честь и достоинство одной из самых, я не побоюсь этого слова, великих на этой планете видеоигр. Естественно, я говорю сейчас про Геншин Импакт. Не так давно Леник выпустил на своём канале очередное, уже 38-е видео, посвящённое Геншин, которым уже 151-й раз сказал, как эта игра плоха. А все её фанаты это, цитата, Женщины, дети и педофилы. Мне вот только интересно, а какой из этих категорий относит Леня самого себя? Я сейчас прохожу различные, типа, дрочильни, вроде там Геншина, Хонкая и прочего, я реально в это играю. Ведь он не только на протяжении многих лет играет в игры от Михаил. И вот в ней я застрял на десятке часов. Это гениальная игра. Но и вкладывают в них довольно много денежных средств. Я, чтобы не быть голословным, задонатил на всех пятизвёздочных персонажей, которые на данный момент есть. Тут и воин. Гени, миллиардер, плейбой, филантроп. Потребитель тупой. И раз уж я являюсь самым преданным фанатом этого блога, у меня ведь даже когда полуторичасовой фильм про него выходил, я косплеил его, то сегодня я предлагаю сделать детальный разбор очередного видео от Деда Пиздеца 47 и показать в очередной раз всем вам, что Лёня это самый обычный, типичный, просто обиженный на китайца фанат гача игр. Короче, приятного вам просмотра. Ну а перед тем, как мы начнём, я напоминаю, что у меня есть ламповый и по-настоящему геймерский телеграм-канал, в котором ты найдёшь огромную кучу интересных и полезных постов. Тут и новости, и обсуждения, и сливы, и даже промокодики для Геншина и Ханкая, там сегодня парочка новых вышла. А также тут есть файлы установки очень крутых мобильных игр, которые я рекомендую попробовать абсолютно всем. Например, прямо сейчас тебя там ждёт самая свежая и рабочая версия мобильной варзоны, которую можно беспроблемо скачать к себе на телефон и начать играть уже прямо сейчас. А также файлы установки мобильной дивизии или Ассасинскрида. Короче, ссылочку на телеграм я оставил в описании под этим видео и в закреплённом комментарии. Буду очень тебе благодарен, если ты, братик, после просмотра видоса на неё подпишешься. Заранее тебе спасибо. Зайдём сразу же с козырей, чтобы всем вам было понятно, с кем мы тут сегодня имеем дело. Обратите внимание на этот пост деда в его телеграм-канале. У меня есть персонаж, которого нет ни у одного игрока в Геншин Импакт. Называется Отец. Гениально. Огромное тебе спасибо, что несмотря на свои обидки, ты бы в телеге порой меня вспоминаешь. Ладно, это шутка, но тем не менее этот пост очень хорошо раскрывает умственные способности нашего друга и его душевное состояние. Не каждый из вас заметил, но Леонид в этом посте не машинально признался, что, к сожалению, отца у Лёнки не было. Ведь персонаж, как гласит им определение из Википедии, это действующее лицо художественного произведения. А значит, мы можем сделать вывод, что Леонид вырос и состоялся кай-геймер без участия в этом сложном процессе своего биологического отца. Плюс ко всему, по всей видимости, он страдает от психического расстройства и прямо сейчас пребывает в некой вымышленной абстракции, надуманной в силу детских травм реальности, которую ошибочно считает своей собственной жизнью. В этой реальности он сам себе выдумал несуществующего в реальном мире персонажа и называет его отцом. Он играет в Геншин десятками часов, донатит туда сотни тысяч рублей, а затем выпускает ролики, где говорит, что это не игра вовсе. Не, ну если бы меня батя в детстве бросил, я бы, наверное, тоже так делал. Короче, с тем, кто такой Дэдпи-47 и с его болезненными детскими травмами, мы, наконец-то, разобрались. А теперь давайте по теме его нового ролика. Люди забыли, что это просто наглая китайская копия Benchelin Gaming, которая не заслуживает права до существования. Здесь он всеми силами пытается открыть глаза девушкам, детям и педофилам, что Геншин это жалкая копирка Зельды, которая совсем недавно стала его любимой игрой. И я хотел бы сейчас адекватно, без негатива, пройтись по всем аспектам, которые были задеты в этом видео, и сравнить эти две игры. Я покажу вам, что в сравнении с Геншином, Зельда это хуйня из-под коня, и не иначе. А все те, кто пытаются говорить, что Зельда круче, чем Геншин, они просто неуверенные в себе неудачники, грёбаные анимешники, которые выросли без бати и жопа лизы деда, которые наверняка в Зельду-то даже и не играли. И да, чуваки, если кто-то сомневается, то моим словам можно верить. Вот мой Nintendo Switch и вот моя Зельда. Начнём с графики. Перед вами два скриншота, демонстрирующие графику в этих двух играх. Слева Зельда, справа Геншин. Я не знаю, в какой жопе потерял глаза свои дедуля, но, по-моему, здесь всё очевидно. Картинка в Геншине в разы ярче и сочнее, графика тут и лучше. И связано это с тем, что Геншин был создан и адаптирован под мощные устройства, а Зельда нет. Даже её крайняя часть создавалась под свитч, железо которого уступает даже бюджетным телефонам. Оно банально устарело. Вот, камон, перед вами прямо сейчас две игры, которые вышли с промежутком в шесть лет. Тут абсолютно никакого прогресса. Графика Зельды — это прошлое поколение. А вот как Геншин выглядит у меня на телефоне. Асус Рокфон пятый. Это графон на телефоне, Карл. В плане графики Геншину заслуженно уходит балл. Она лучше и с этим глупо спорить. Проработка окружения и открытый мир. По мнению Лёни, в Зельде он намного лучше и круче, чем в Геншине. Теперь, внимание. Я покажу вам, как выглядит 90% открытого мира в Зельде. Вот. Этот скриншот. И ещё этот. Вот этот. 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 И ещё вот этот. Все эти скриншоты очень хорошо описывают открытый мир Зельды. 90... Нет, ладно. 80% этого мира — это грёбаные равнины и пустыри. Это бесконечные леса и горы. И кроме травы и деревьев нет буквально ничего. А вот для сравнения вам скриншоты из Геншина. Вот как выглядит открытый мир здесь. И не забывайте, что в Геншине этот мир постоянно обновляется. Добавляются новые территории, новые живописные места. Не похожие друг на друга города. И многое-многое другое. А в Зельде мир с самого начала имеет край. Контент в Зельде имеет край. Рано или поздно он закончится. А в Геншине он буквально бесконечный. Я думаю, не нужно вам объяснять, что и здесь Геншин явно выигрывает у Зельды. Мир красивее. И на это также влияет графикой платформы, под которую игра делалась. Свитч банально просто не подтянет подобный уровень проработки. Эмулятор мы сейчас в расчёт не берём. Не нужно говорить мне, что запусти на эмуляторе, увидишь, как там всё выглядит. Игра делалась под конкретную приставку. Поэтому скриншоты показаны с конкретной приставки. Все, кто играл там в Зельду на эмуляторе и чё-то мне будут говорить про это, просто захлопните свои рты и идите смотрите Джо-Джо. Ну или Киля, например. И в плане изучения мир в Геншине намного интереснее. Всё благодаря головоломкам и различным механикам, которые в каждом отдельно взятом биоме отличаются друг от друга. То же самое касается и боёвки. В Геншине она реально интереснее, она на голову выше, чем в Зельде. Это глупо отрицать. Думаю, люди, которые играли и в то, и в другое, не будут сейчас со мной спорить. В Зельде используется самая обычная, ничем не примечательная слэшерная боевая система. Которая есть в абсолютно любой РПГ с открытым миром. Здесь ничего нового. Точно такой же копипаст. Минималистичный мувсет. Никаких эффектов или вариативности. Удар, отскок, удар. Всё. А вот сказать то же самое про Геншин уже не получается. Как минимум комбинирование персонажей, наличие стихии у этих персонажей и у мобов. Это уже делает боевую систему намного глубже и вариативнее. Про спецэффекты и динамику я вообще сейчас молчу. Ну кто? Ну кто будет говорить, что Зельда круче? Персонажи. Из ролика в ролик Дед называет персонажей в Геншине картонными, неживыми, бездушными манекенами. Но камон, в Зельде персонажей вообще нет. Кроме двух. И эти двое точно такие же картонные бездушные манекены. Хотя ладно, там есть вполне себе нормальная такая истеричка Зельда. Которая от силы правда 5 минут экранного времени, но да ладно. А вот второй основной перс это наш ГГ. Безмолвный манекен Линк. Которого даже эмоций на лице нет. У этого героя нет личности, нет характера, у него даже голоса нет. И самое смешное, что в продолжении спустя 6 лет он абсолютно никак не развился. Он остался точно таким же овощеобразным героем. Ну и давайте будем объективными. Вам на что круче смотреть? На сельсастых аниме тяночек или на грёбаного Линка? Ребят, ну вы что что ли реально? Ну вы поняли. Единственное, у Линка только по стечению времени правая рука более прокачанной стала. Ну я думаю вы все понимаете прекрасно почему. Зельда пропала и всё такое. Типа ну надо же было как-то ему выкручиваться. Теперь что касается сюжета. Это прям моё любимое. Тамошний сюжет, и на самом деле называть сюжетом это довольно сложно, но давайте притворимся, что там есть полноценный хороший сюжет. Во-первых, очень сильно ограничен по уровням, когда вам приходится на 5 часов уходить гриндить открытый мир и желательно сдонатить. А во-вторых, нифига не закончен, потому что новые части сюжета выходят там раз в полтора, два, три года. Да, действительно, сюжет в Геншине обновляется постепенно, он здесь не законченный. Новые главы добавляются каждые полтора-два месяца, а не год, как ты сказал. И вообще, а что ты ждёшь от игры сервиса, Лёня? Такова уж реальность, начни её уже принимать, дружище. Для тебя огромный минус, что сюжет в Геншине не закончен, но ты даёшь звание игры года игре, где продолжение сюжета вышло спустя 6 лет. А про качество сюжета я вообще молчу, весь этот сюжет это тупо копирка прошлой части. Гагэ в очередной раз хер пойми, где проснулся, ему хер пойми, как отшибла снова память. И отныне его в Индетте это прокачаться и пойти убить зелёное чудище. Ну и спасти пропавшую принцессу Зельду. Всё! Дайте этой игре второй Оскар, она это заслуживает. По объективным аспектам, только исходя из того, что я сейчас назвал и показал, Геншин реально лучше, чем Зельда. Это вам говорит человек, который любит Зельду, который играл в эту серию ещё задолго до того, как деда его родной отец бросил. А камон, о чём я говорю? У мамы деда ещё тогда в планах его не было? Я знаю эту серию от и до, я её очень сильно люблю. Но так уж получилось, что фактам плевать на чувства. Факты говорят, что Геншин лучше, чем Зельда. Это тот самый случай, когда ученик превзошёл учителя. И я очень надеюсь, что каждый из вас сейчас понимает, что мои все эти сравнения, это просто демонстрация того, что сравнивать две эти игры максимально тупо, глупо, и это действие заведомо лишено какого-либо смысла. Это как спорить, что вкуснее чай или кофе, горький шоколад или молочный, арбуз или дыня. Это субъективщина и вкусовщина, это спор, который может длиться бесконечно. Весь ролик деда выглядит так, словно он участвует в какой-то собственной вымышленной войне, которую всё никак не может выиграть. Он пытается объяснить зеркалу, что в эту игру играть не надо, она плохая. А потом идёт и снова донатит на новых пятизвёздочных персонажей. И как вишенка на торте, это очередная реклама точно такой же донатной помойки. Для тех, кто не понял, в своём ролике Дед Пиздец 47 в очередной раз осуждает Геншин за донат и называет её донатной помойкой. И в этом же самом видеоролике своим любимым геймерам он рекомендует точно такую же донатную помойку. Но зачем вам всё это, когда намного лучшим выбором является Батл Тимс 2? Какой стыд. Вам достаточно просто сейчас пойти загуглить, что это такое, и вы увидите, что эта игра из себя представляет. И самое смешное, что осуждая одну донатную помойку, он из раза в раз рекламирует другую, которая намного хуже, чем Геншин. И он это делает без каких-либо угрызений совести. Подобно рекламы на канале Деда Вагон и Маленькая Тележка. Я, конечно, всегда знал, что деньги не пахнут. Но, Лёня, ты либо своих зрителей совсем за идиотов держишь, или своих рекламодателей очень тонко троллишь. Я напомню, ты от них денежки берёшь и рекламируешь в очень качественном контенте. Моё почтение, Лёня. Всё начиналось с того, что Геншин Пакт это 100% копия Зельды. Охота и механика Лука. Всё, что касается дикой фауны в открытом мире. Все эти механики это 100% индивидуальная собственность Нинденда. Да, ведь этого всего не было в других играх. Это 100% всё придумала Нинденда и запатентовала, я проверил. А наглые китайцы всё своровали у них. Даже визуальный стиль умудрились копипастить. Видимо, дедуля из тебя геймер, как из меня космонавт. Ну ладно, даже если представить, что ты прав, и Михаё действительно нагло украла стили механики у Зельды. Но что-то я ни одного судебного дела Михаё и Нинденда не наблюдаю. А если ты забыл, то Нинтендо очень любят по авторским правам руинить всех. Потому что до разработчиков Геншина они никак не трогают. Видимо, потому что авторство всех этих стилей и механик далеко не за ними, как считаешь? И как мне кажется, проблема кроется не в том, что Геншин все механики нагло украли. Он только в том, что Зельда по случайному стечению обстоятельств стала первой игрой, где ты все эти механики впервые увидел. В принципе, логично. И нет, не подумайте, я вовсе не отрицаю тот факт, что Зельда и Геншин в чём-то похожи. Это факт. И только упертый баран будет открещиваться от Зельды, защищая Геншин. Я лишь пытаюсь сказать, что заимствование в игровой индустрии это вполне нормальная история. Заимствование физик, механик каких-то, стиля музыки, стиля боёвки и много-много чего другого это нормальное явление. В конце концов, дед, ты ведь не хейтишь Call of Duty за то, что они копипастят Battlefield. Хорошие игры так и рождаются. Возьми хорошие идеи из других проектов, модернизируй их, исправь то, что было поломано. Геншин, по сути, это и сделал. И получилось действительно что-то крутое. Популярное и успешное. И очень глупо только поэтому это хейтить на потеку публики. И да, чуть не забыл, строить весь свой ролик на комментариях каких-то фанатиков это глупо, дедуль. Люди, показанные на твоих скриншотах, есть абсолютно везде, в любой игре. Открой отзывы в стиме любого популярного проекта. Посмотри комментарии под обзорами любого такого проекта. Как мне кажется, не надо по ним определять большинство. С таким же успехом я могу смеяться над фанатами колды, которую ты так сильно любишь и боготворишь. И плевать, что колда, как и Геншин, появилась только благодаря ошеломительному успеху другой игры. Но, тем не менее, колда это классно. И плевать, что там тоже есть донат, что весь игровой процесс однотипен, что обновления контента там выходят не так часто, как хотелось бы. И что многие идеи заимствованы из баттлфилда. Ну а почему-то тебя все здесь устраивает, а вот Геншин нет. И вообще, к чему этот спор? Почему кого-то из нас должно в принципе ебать, кому во что больше и почему нравится играть? Каждый из нас геймер, и он достоин играть в любые игры, которые ему нравятся. Нравится залипать в Геншин? Пожалуйста. В бездушный Call of Duty не вопрос, меня это не волнует. Когда-то давно именно таких мыслей ты и придерживался. А теперь ты булишь игроков Геншина только за их интересы. Поэтому закончить это видео я хотел бы твоей же фразы. Вместо того, чтобы двигать плотный график, снимать 30-минутное, бессмысленное видео ради рекламной интеграции, отодвигая от публикации более качественный контент. Лучше бы ты, Леня, на улицу вышел, воздухом подышал и траву потрогал в конце концов. Ну а с вами был Отец Евген. Подписывайтесь на канал, если до сих пор на него не подписаны. Нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Пишите в комментариях, что думаете, мне будет очень интересно прочесть ваше мнение. И залетайте ко мне в телегу, там у нас очень лампово и интересно. Ссылочку на нее я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. И да, Леня, кстати, зря ты от сотрудничества с Warzone Mobile отказался. Мне что-то как-то даже не ловко стало, если честно. Когда такой классный блогер, как ты, отказывается от партнерства с Activision. Только потому, что в партнерке есть Отец Евген. Что-то как-то хэзэ. Надеюсь, ты, короче, передумаешь.